Прокуроры и полицейские призывают родителей следить за детьми в социальных сетях. В Кировском районе выявили двух несовершеннолетних, которые состояли в группах смерти. Но в общем количество подозрительных травм среди детей стремительно растет. В 65 в прошлом году, 35 уже в первом квартале. Что это? Как не основание для того, чтобы нам, родителям, задуматься, как вести себя с детьми и как профилактировать уход их от реалий? Сегодня учителя и школьные психологи приглядывают за детьми уже не только в реальной жизни, но и на просторах интернета. Особое внимание уделяют социальным страничкам своих учеников. Во-первых, они в группах ВКонтакте тоже, и они наблюдают за тем, как дети общаются. Возможности есть. Время требует, естественно, и усилий. Но мы настраиваем на то, чтобы они это делали. Кроме того, через интернет подросткам зачастую пытаются продать наркотики. И, как говорят специалисты, в этом случае нужна не только слежка за аккаунтами детей, но и медицинское свидетельствование. Однако в этом вопросе мнения родителей разделились. Каким-то коллективным оценкам, коллективным прогнозам, коллективному тестированию в каком-то плане не доверяю. Почему? Потому что там, где массовость, всегда возможны ошибки. И поэтому всегда есть опасность, что что-то перепутают, что-то не так запишут. Не против, да. И я согласие давала в своей школе. Во-первых, я действительно уверена в своем ребенке. Это во-первых. А во-вторых, на всякий случай все равно надо, думаю, проверить. Для родителей района в мае устроят опрос, который покажет, насколько они в курсе интернет-жизни своих детей. По результатам тестирования специалист ожидает выявить наименее активных в этом вопросе взрослых. Специально для них психологи проведут консультации и расскажут, как защитить ребенка от опасностей, которые могут подстерегать его по ту сторону монитора.